Владимир Мазур Владимир Мазур Здравствуйте, Оксана. У всех у нас есть дети, все мы так или иначе с такой проблемой, конечно, сталкивались, хотя по большому счету, я думаю, что многие наши зрители, например, и не согласятся с формулировкой «поборы как таковые», потому что, как правило, это может быть решение родительской тройки о том, что ребята, давайте скинемся на подарки учителям к дню учителя. Ну и так далее, и так далее. Вот напрямую требований от администрации, что надо сдать немедленно столько-то, ну не так уж часто это встречается. Согласимся с терминологией «поборы» или нет? Владимир Мазур В общем-то времени, в силу изменений, которые существуют в законодательстве и сейчас проходит широкими масштабами децентрализация власти, то есть местные бюджеты получили громаднейшие бюджеты, которые позволяют уйти от этих вопросов. Другой разговор о их распределении в системе местных бюджетов, то есть, соответственно, у нас, в частности по Харькову, относительно мало, на мой взгляд, выделяется денежных средств на содержание учебных заведений. И в силу этого, соответственно, остается та же проблема, которая связана с тем, что родителям говорят о том, что нет денег на финансирование этих учебных заведений. Но никто не задается вопросом в учебных заведениях, а действительно ли их нет, или это по привычке все собирается дальше. Собирают, как правило, на, вот самое распространенное, давайте на ремонт класса, да, вот нашим детям здесь учиться, поэтому давайте уложимся и так далее. Опять же повторюсь, что, как правило, это оформляется как решение, например, родительского собрания, там, тройки или еще чего-то, да, то есть, это не, даже не в завуалированном виде, как требование дирекции школы, руководства и так далее. Вот в этой ситуации, то есть, фактически, налицо какое-то, вроде бы, да, формальное, некое добровольное решение родителей. Хотя, по сути, все прекрасно понимают, что оно, в лучшем случае, добровольно-принудительное. Здесь что можно сделать? Ну, я вот как родитель могу сказать, что, как правило, администрации школы легче, чтобы родители, потолкнуть родителей к тому, чтобы они проявили такую инициативу, и добровольно, вот, своему желанию провели ремонт в классе. Хотя, если действительно в классе нужен ремонт, например, необходимо поменять линолеум, в котором есть дырки, либо заменить кровлю, если это классы, которые находятся на последних этажах, где это вопрос кровли, как правило, актуальный. Для этого что? Для этого администрации школы необходимо было обращаться в районо для выделения средств на эти нужды. Ну, в силу, я не знаю, каких обстоятельств, как правило, они этим не занимаются, а просто вот на плечи родителей возлагают такие ремонты. Ну, понятное дело, с капитальным ремонтом, если речь идет о кровле, то тут, ну, наверное, да, есть аргументы, есть резонт таких аргументов, что это именно вот школа должна обращаться в районо, потому что там суммы крупные, вряд ли родители смогут это потянуть, да, и масштабы работ, наверное, достаточно серьезные, если речь идет о серьезном капитальном ремонте. Ну, опять же, мелкий бытовой. Ну, вот имеют ли, давайте поставим вопрос так, имеют ли вообще родители, скажем, право заходить со своим ремонтом в школу? Здесь, на мой взгляд, нужно разделить вопросы их возможности финансировать данные ремонтные работы и производить ремонты. Это два разных понятия. Если мы говорим за производство ремонта, то это выполнение определенных работ по определенным стандартам, которые предусмотрены действующим законодательством, и в итоге несение ответственности тем подрядчикам, которые выполняют эти работы, за его качество, гарантию и, соответственно, те последствия, которые могут наступить в результате проведенного ремонта. Поэтому, если мы говорим о производстве ремонта, то, на мой взгляд, это невозможно произведением самих родителей. То есть, должна производиться только специализированная организация. Причем, нужно не забывать о том, что заказчикам в этой ситуации должно проходить непосредственно само учебное заведение. Родители в этой ситуации никто им запретить не может финансировать этот процесс. Для этого, соответственно, в школах города Харькова созданы специальные благотворительные счета, на которые родители имеют право самостоятельно с целевым использованием на ремонт того или иного класса, того или иного места в школе. То есть, можно определить определенную именно локализацию, то есть, куда вы хотите, чтобы пошли эти деньги. И собирается на этом счету. Как только определенная сумма будет собрана, то, соответственно, руководство данной школы, на сегодняшний момент времени пока еще реорганизация полностью не прошла, то районные управления образования могут использовать данную сумму для соответствующих нужд в учебном заведении. А вот интересный, кстати, получается момент, что благотворительный фонд – это фонд школы, но средствами будет распоряжаться… Счет, не фонд. Счет, да, прошу прощения, да. То есть, средствами будет распоряжаться все-таки районную. На конкретное учебное заведение. Оно не может потратить эти денежные средства на другое учебное заведение. То есть, этот счет прикреплен непосредственно к учебному заведению. Просто сейчас распорядителем денежных средств является районное управление образования. Ну, а насколько часто, на Ваш взгляд и по Вашей практике, ситуация проходит именно в таком формате, как Вы описали? Через фонды, все абсолютно с соблюдением всех тех норм, процедур и так далее. По существующей информации, я не ошибусь, если скажу, что через счет проходит максимум 1% всех сумм, которые собираются в учебных заведениях. В силу того, что родитель, как и любой человек, мы всегда ищем более удобный путь для себя. Расчетный счет, что это собой подразумевает? Необходимо прийти в банк, необходимо оплатить комиссию. То есть, нужно потратить определенное количество времени для того, чтобы это сделать. Гораздо легче на родительском собрании, когда подняли руку, сказали, давайте соберем по столько-то денег. Не задумываясь о том, нужно это, не нужно. Ну, раз сказали, значит, давайте собирать. Тут в большей степени, как по мне, все-таки срабатывает момент, опять же, коллективной некой ответственности и твоего участия. Вот ты понимаешь прекрасно, что да, все за, ты видишь, как это все происходит в голосовании. Видишь, что все за, и вроде бы как дело хорошее, и рука не поднимается, сказать против, даже если там семья испытывает недостаток в средствах, в деньгах и так далее. Но как себя вести человеку, для которого действительно, скажем, проблема, выделить какую-то эту сумму? Какие у него в этой ситуации вообще есть права или обязанности? Как это регламентируется законом? Вот есть просто собрание родителей, и оно решает, а ты не можешь отказаться. Ну, если мы говорим, опять же, о правовом поле, то за понуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств существует у нас уголовное наказание. То есть нельзя понуждать кого-то сделать то, что не предусмотрено законом. А постановка, прошу прощения, постановка вопроса, вот мы втроем, да, мы родители, слушайте, давайте скинемся, ну действительно, чего у нас дети мучаются, давайте скинемся. Вот я прямо сейчас там кладу пять тысяч, давайте вы тоже там столько же. Я вас принуждаю в данной ситуации? Нет, мне кажется. Ну, здесь же вопрос, мы же не рассматриваем ситуацию, если говорить о том посыле, о котором вы говорите, мы не рассматриваем вопрос равности по финансовому состоянию у родителей. И в этой ситуации, которую вы называете, то есть получается зависимость, в любом случае моральное обязательство, перед тем, раз мы все учимся в одном классе, раз мы все детей приводим в одну школу, то, соответственно, мы и все должны равные финансовые обязательства тянуть по этому, в рамках этого класса, это и там школы, либо детского садика. А это неправильно. То есть образование не должно зависеть от материального состояния родителей. Ну, по крайней мере, так декларировано. Такая же ситуация и не только в Харькове, насколько я понимаю, да, вот по финансированию школы, по проблемам, которые стоят, в частности с ремонтом. Да, у меня ребенок учится в Харьковском районе, в поселке Высоком. У нас также существуют в школе так называемые благотворительные взносы. Причем благотворительные взносы, вот, очень удобные, я бы сказала, для администрации, когда поступают наличными. Вот не через расчетный счет, как Константин сказал, а непосредственно наличными. Для них это удобно в том плане, что потом тратить на приобретение каких-то закупок. Но у родителей здесь недоверие, в том плане, что сложно проследить количество человек, которое сдало, количество человек, которое не сдало. Потратили конкретно эту сумму или, может, меньше суммы потратили. Здесь нет прозрачности, отчетности. То есть абсолютно теневая схема, практически получается, да? В данном случае она зависит больше от администрации учебных заведений и той группы лиц, которые называют себя на сегодняшний момент времени, еще называют родительскими комитетами. Так как этот вопрос обсуждается фактически кулуарно. И когда проходят общие собрания родителей, то, ну, я несколько раз просто присутствовал на подобных собраниях, то есть собрания проходят как отчетно-выборное собрание на каком-то советском заводе. То есть перечень вопросов, уже готовый отчет, никаких вопросов особо нет. А когда вопросы даже и возникают, никто на них ответить не может, потому что нет заготовленных ответов. То есть никто не работает непосредственно с родителями. То есть есть определенные вопросы, которые обсудились между главой родительского комитета, который так или иначе лояльно к администрации, и, соответственно, между руководством школы. Все, на этом вопрос заканчивается. Больше никого, ни в финансовую часть, никуда не пускают. То есть ставят перед фактом, что нужна такая-то сумма, грубо говоря. Или что мы потратили, вот отчитались. Да, либо на тот же ремонт кровли просто собирается не в течение года, а в течение 5 лет, 7-10 лет. На сегодняшний момент времени, в силу активной позиции, насколько я знаю, то есть общественного движения «Благосвит», то ситуация немножко изменилась в лучшую сторону. В том плане, что 2 или 3 года назад, я не помню точно, была на сайте Гурсовета опубликована петиция, которая набрала количество голосов, достаточное для создания комиссии, которая рассматривала данный вопрос при Горсполкоме. И на этой комиссии обсуждались эти проблемные вопросы, в чем вышел определенный, ну скажем так, по крайней мере, устный задекларировался запрет о сборе наличных средств у лиц, которые не хотят этого делать. И была разработана памятка, которая должна была быть обязательно развешана по всем учебным заведениям, как должны действовать родители, в случае, если с них, соответственно, требуют какие-то сборы в неофициальной форме. Может быть, мы тогда напомним, потому что все-таки так или иначе, наверное, столкнутся многие с этим, на что опираться, отстаивая свои права. Вот человек не хочет платить то, что ему кажется, ну вот, в неофициальной форме, да, то есть он не согласен с такой постановкой вопроса. Может, и цель благородная, может, еще что. Но он хочет, чтобы все было честно, отдать свои деньги так, как полагается по закону, проследить их целевое использование и так далее. На что опираться, к чему апеллировать? Вот как по мне, до того, как я еще не была членом общественной организации «Благосвет», когда такой вопрос возникал, мне просто не хватало информации. Я чувствую, что мои права, права моего ребенка ущемляют, что где-то несправедливо, но мне хватало информации. Затем, когда я начала активно искать свои, когда начала интересоваться больше, когда больше начала вникать в это, познакомилась с Константином Кареловым, то есть я стала более осведомлена. Есть норма закона, на котором можно в итоге опираться и отстоять свою точку зрения. Да? Я прав? Да. Основная проблема, которая стоит в корне, кроме ментальности, которую мы оговорили в самом начале, то ситуация заключается еще и в том, что все учебные заведения у нас должны содержаться за счет городского бюджета, так как это коммунальная собственность. Соответственно, все нужды, абсолютно все нужды, каждый год перед составлением бюджета должны подаваться руководством учебных заведений, для того, чтобы они попадали именно в бюджет. Но в силу того, что родители не совсем понимают, что такое бюджет, что такое бюджетный запрос, который составляет руководство этих учебных заведений, то, соответственно, особо никто не вникает, что там. То есть, есть ли там туалетная бумага, есть ли там мыло. И в основном, вот я сталкивался в частности с тем, что меня убеждали о том, что раз нет норм расхода туалетной бумаги и мыла, то, соответственно, по этой причине в школу, где учится мой ребенок, заказываться данные, расходные материалы не могут. Потому что нельзя посчитать, сколько их надо, да? Совершенно верно. Но это же вопрос тот, который лежит в плоскости управленческой деятельности. То есть, если у вас нет какого-то документа или нет какого-то порядка, то сделайте запрос. То есть, сколько я не выяснял, то этим почему-то наши структуры при организации этих всех действий, мероприятий, то есть, они относятся к тому, что это же нужно писать, это же нужно прорабатывать, это же нужно задумываться, как это сделать. Гораздо проще этого не делать, а все равно родители, они же будут все равно думать о том, как же, чтобы чистая попа была у ребенка, чтобы руки были помыты. Но в этой связи сразу же возникает вопрос, а как же проходят санитарную проверку перед началом учебного года, когда не закуплены те или иные материалы? Да, тут еще и вопрос, собственно, что проверяют во время этой санитарной проверки. Опять же, если этих норм нет, то как проверить то, что, да, соответствие, вот, собственно говоря, наличие того, чего нельзя посчитать, ведь это тоже вопрос. Совершенно верно. У меня есть еще один вопрос, он, собственно, один из самых ключевых, времени остается не так уж и много, но поскольку вы занимаетесь этой проблемой, возможно, вы эту информацию знаете. А как правило, одним из главных мотивов, почему родители соглашаются на такого рода сотрудничество со школой, или с теми же самыми комитетами, это страх не только удобства, да, потому что лучше отдать наличными и забыть, а страх за то, что, ну, будут, у ребенка будут проблемы. Не у тебя, как у родителя, а у ребенка, ему начнут ставить плохие оценки, ну, и так далее, и так далее. Насколько эти страхи вообще обоснованы? Потому что, честно говоря, я не могу вспомнить, чтобы, ну, во всяком случае, множество каких-то эпизодов, чтобы дети вот страдали из-за того, что родители там как-то отстаивают свою позицию, мне кажется, до этого не доходит. Но, может быть, мне это просто кажется. На самом деле такие ситуации есть, это все существует, и обращения, которые, в частности, проходят через меня, то есть, очень, ну, скажем так, они очень тяжелые в том плане, что страдает прежде всего психика ребенка. Ведь ситуация очень простая. То есть, из-за нерадивости педагогов, которые находятся в школах, из-за нерадивости педсостава, то есть, которые думают, что таким образом можно воздействовать на родителей за 50 или 100 гривен, это приводит к необратимым последствиям в дальнейшем. Потому что начинается то, что вы называете заоценки, это только вершина айсберга. На самом деле, начинается просто психологическое давление на ребенка. То есть, ну, например, одни из случаев, которые были, это ребенок поднимался среди всего класса и говорилось, а твои родители не сдали на ремонт класса или школы. Поэтому ты будешь сидеть на поломанном стуле, когда все остальные будут сидеть на таком, на хорошем стуле, потому что твои родители не сдали. То есть, это гораздо хуже ситуация, чем вопросы решать со взрослыми. То есть, на мой взгляд, это люди, которые для себя избирают худшую позицию, то есть, бороться со слабыми. Да, мне кажется, это вообще уже практически можно подвести под формулировку буллинга, против которого сейчас в школах активно, если такими вещами занимаются учителя, то, собственно говоря, надо смотреть, а что они вообще делают в системе образования с такими подходами. Но это частые случаи или это все-таки, ну, то, что вы говорите, это исключения какие-то единичные? Вы знаете, то, о чем можем говорить, то оно носит не массовый характер в официальной части, но то, что это есть, и часть родителей просто уходит от этих проблем. И, в частности, и через меня проходили ситуации, когда мы говорим о том, каким образом выйти из этой ситуации, и родитель говорит, нет, я бороться не буду, я лучше переведу в другую школу. То есть, мы не видим официального завершения. А педсостав при этом остается безнаказанным, и они продолжают то же самое делать. Потому что, ну, все, мы же ребенка выжили, теперь у нас осталось так, как и было. Платежеспособное большинство. Что делать все-таки, давайте как-то в практическую совсем плоскость, у нас буквально минута остается до конца программы, что делать все-таки тем родителям, которые столкнутся, возможно, первый раз столкнутся в этом году с такого рода проблемой, сражаться, отстаивать свои права, о которых большинство даже и не догадывается, и не может сформулировать. Или проще, действительно, ну, не знаю, если совсем скверно заплатить и забыть? Я считаю, прежде всего, нужна правовая грамотность родителей в этом вопросе. Не бояться обращаться в общественные организации, такой, как наша, Благосвид, где мы поможем компетентно ответить на все ваши вопросы, подсказать, что делать в той или иной ситуации. Ну, права ребенка нужно отстаивать прежде всего. Ну, тут не только ребенка, тут еще где-то и свои, наверное, права и убеждения, конечно, но если уже доходит до того, что нарушается, вот как вы говорите, в таких формах и права ребенка, это же совсем клинические случаи. Оксана, Константин, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в студию. Я не думаю, что мы хоть сколько-нибудь приблизились к решению такой большой проблем, как побор в школах, но, по крайней мере, есть определенные мысли по этому поводу. Думаю, что и у родителей тоже, и действительно, свои права надо защищать и отстаивать. Спасибо вам и спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания.